как обращался один турецкий дипломат к своим коллегам европейцам наше государство является сильнейшим государством ведь вы пытаетесь устроить его крах извне а мы изнутри но оно все равно не разваливается всем привет я егор и это лимб где мы говорим о мертвом и мертвых об истории и сегодня мы говорим об османской империи а точнее об одном из самых переломных моментов ее истории жизнь и деяния нашего сегодняшнего героя турецкого султана селима третьего это в общем то повествование о том как в попытках прорубить окно в европу можно случайно обрушить несущую стенку да селим это султан который хотел стать турецким петром первым а стал османским иосифом вторым у нас про него как-то был видос с говорящим названием как быть реформатором и облажаться что характерно они даже жили в общем то в одно и то же время и так 7 апреля 1789 селим всходит на трон блистательные порты и становится правителем довольно странного государства с одной стороны это единственная восточная страна с которой европейцам реально приходится считаться с другой стороны приходится считаться европейцам с ней все меньше потому что империя переживает не лучшие свои времена и правительства европейских держав следят скорее за тем чтобы богатство османов не достались кому-нибудь одному до них жадному да российская империя страна не очень богатая нуждающиеся в изменениях полная застывших государственных и не только традиций страдающие от коррупции в верхах бедности в низах и восстаний всех подряд вахабитов в аравии друзов в сирии и палестине сулиотов в греции мамлюков в египте ну вы поняли масштабы проблемы наконец страна была вовлечена войну с австрией в которой ей не светило ничего хорошего до российской империи екатерина на тот момент была австрийским союзником впрочем молодой и перспективный селим не собирался бояться каких-то там русских поэтому он взял одного своего старого крутого вояку поставил во главе крутой такой большой такой армии и отправил воевать с австрийцами и у него были бы шансы против астрийцев если бы не два но но первое старый вояка был адмиралом и в сухопутных сражениях понимал не очень много но номер два суворов собственно там суворов и получил себе свое звание графа римникского в честь собственно места где он победил турецкие войска короче парочка вот таких смачных поражений привела к панике в турции но селим не растерялся и казнил своего старого вояку сделав из него козла отпущения какая жалость что это не помешало русской армии взять измаил и в целом войне победить турции вообще повезло что хоть австрийский император перед этим тот самый иосиф второй успел помереть и трон занял его брат который тут же вышел из войны решив что расчленять османскую империю не лучшая затея вообще этой мысли придерживались более-менее все европейские державы потому что в том году когда селим зашел на трон случилось еще одна такая маленькая штучка которая всех напрягла и это была великая французская революция и тут было сложно с одной стороны россия традиционный противовес франции османы традиционные союзники франции подробнее об этом всем и дипломатической революции смотрите у нас в ролике про маркизу помпадур да все ссылки на упоминаемые видосы можно найти вот там в подсказках с другой стороны если дать россии все чего она хочет включая реализацию всяких идей типа возрождения византии под патронажем российской империи то она может стать для европы проблемой похуже чем франция которая хоть и революционная но все же франция знаете как говорится любая война между европейцами это гражданская война кроме того если не давать россии откусить от турции все чего она там хотела то можно в конце концов вырвать турцию из сферы французского влияния получить еще одного союзника перед лицом французской угрозы короче изо всех этих соображений дипломатических игр всяких там англии не так уж много османы потеряли по результатам этой русской турецкой только очаков и территорию между днепром и бутон теперь самое прекрасное ладно еще екатерина вторая услышав таких результатах войны фыркнула по этому поводу и убежала допиливать окончательно речь посполитую у нас про это кстати тоже есть ролики аж целых две штуки но и султан селим решил что вся эта сложная европейская дипломатия не для него и вообще франция вперед даже его политика вслед за французами называлась новым порядком вообще селим был таким интеллектуалом он был композитором и видать франция привлекала его своей культурой там грассирующий буквой r и в первую очередь конечно же привлекала его французская культура своей очень эффективной армией короче помимо того что турецкие элиты начали массово говорить на французском французские дипломаты бродили по двору в стамбуле украшенные революционной символикой чем страшно раздражали дипломатов всех остальных стран селим решил по французскому же образцу реформировать ну в общем то все смысле вообще все и сначала дела шли неплохо благо помогали ему выписаны из бугра французские консультанты которые в первую очередь объясняли как работает артиллерия фортификации военная инженерия и вторую очередь уже как работает экономика под это все дело даже пришлось открыть целую франкоязычную библиотеку при дворе а затем и целую французскую типографию в стамбуле да что там стамбуле восстановили все католические церкви по такому поводу вообще забавно что султан помимо флага османской империи на всяких там официальных празднованиях еще поднимал флаг французской революционной республики и даже флаг американской республики потому что это такие свободные от власти тирании страны а он селим правитель просвещенный так сказать прощай немытая европа страна рабов страна господ я не могу это серьезно сносить кроме того по всем европейским столицам были разосланы дипломатические корпуса чьим основным назначением было следить за тем что там как у европейцев все устроено они не принесли особой пользы потому что скоро начнутся наполеоновские войны да и там дипломатия будет несколько затруднена но а тем временем самой стране действительно будут происходить попытки проводить реформы и попытки проводить реформы связанные не только с солдатиками ограничивалась власть местной администрации налоги и пирс должны были собираться собственно имперским казначейством они всякими местными князьками сами местные князьки постепенно должны были превращаться в губернаторов у которых был бы даже ограниченный срок службы а всякие там феодальные земли после смерти хозяина уже не перепродавались или там передавались кому-нибудь а должны были возвращаться в лона так сказать имперской собственности кому могли эти реформы не понравится ну да еще там была дикая инфляция все эти деньги вообще ничего не стоили османские с этим тоже пытались что-то сделать в частности государство пыталось организовывать собственные торговые экспедиции взять свои руки сельское хозяйство и всякую там горнодобычу и конечно же еще набрать иностранных займов чтобы все вот это дело провернуть и с последним пунктом вышло неловко элиты империи реально возмутились таким шагом в смысле брать взаймы у христиан а как бы мусульманской страны такого уровня чтобы османы реально могли у нее занимать деньги в долг просто не существовало и вопрос этот был на самом деле важнее чем кажется то есть можно подумать что это за глупость в смысле в смысле возмутились кого реальные причины но дело в том что в исламе реально запрещены кредиты под проценты звучит как лайфхак да просто дал вам время чтобы подумать об этом короче говоря денег на то чтобы проводить все эти реформы было не очень много и проводились они левой пяткой если вообще проводились к тому же султан думал что все какой смысл имеет социальные реформы экономически если не реформирована армия потому что надо сначала реформировать армию и тогда у нас будет армия которая сможет защищать нашу прекрасную реформированную страну но для этого нужно реформировать армию короче поэтому он реформировал армию и реформировать он ее хотел максимально радикально вообще заменив всех старых юнитов на новых юнитов. Изначально он сделал один отряд из неверных и удивился тому, насколько они оказались эффективнее его родных войск. Далее он начал пополнять отряд всякой беднотой, которая с отвращением но таки училась способом ведения войны проклятых геуров. Затем султан решил, что надо так реформировать всю армию и издал распоряжение перевооружить и преобучать янычар. Турецкие войска основные. И тут случилось нечто неожиданное. Янычары тут же устроили мятеж и все на этом закончилось. Помимо того, что янычары совершенно не хотели учиться воевать у каких-то там этих западных варваров, есть подозрение, что вместе с реформой вооружения и выучки изменилась бы и структура армии. То есть командные посты, высшие чины бы получали и занимали те, кто умел воевать там артиллерийские школы бы заканчивал, академии и все такое. И это вот как-то не понравилось всей вот этой наследственной знати, знаете, командиром, вот этим вот семьям военных, потомственных. Как-то это не зашло. Блин, бедняге Селиву реально не везло. Все его хорошие начинания и инициативы разбивались в суровую твердь вот этой реакционерской политики высших чинов в империи, реакционерский менталитет вообще всего населения этой несчастной страны. В итоге, конечно, появились отдельные части артиллерии и кавалерии, вооруженные, обученные по западноевропейскому образцу, но это была капля в море. Но вернемся к французам. К концу 90-х Наполеон, который уже уверенно шел к тому, чтобы править Францией, по наущению прекрасного Толерана, моего любимого, смотрите про него отдельный ролик, решил и на елку залезть, и ничего себе не ободрать. С одной стороны, он хотел сохранить влияние Франции на Турцию, а с другой стороны, хотел обзавестись новыми классными колониями, потому что Толеран сказал, что колонии — это классно. Новыми классными колониями предполагалось сделать Египет, который был де-юре в подчинении османского султана, де-факто же был весьма мятежным и своевольным регионом, тем более недавно завоеванным. Так что Бонапарт решил, что султан не обидится, и этот расчет был несколько неверен. Султан обиделся. Так что в ответ на победы генерала Бонапарта в Александрии и в Каире он объединился с Австрией, Россией и Англией и вступил в войну против Франции. И совместный австрийско-русско-турецкий флот поплыл навстречу приключениям. Кстати, единственный и совершенно уникальный прецедент. Забавно, что в ходе борьбы с Наполеоном они еще ионическую республику освобождали, поэтому получается, что флот турецкого султана и русского православного царя вместе рисковали ради спасения римского папы. И все, короче, ликовали, потому что наконец-то они вырвали турков из лап Франции. Да. Дальше вы знаете. Наполеон проиграл на море англичанам, не смог взять Акру и тоскливо-тоскливо потащился домой. Империя французов на Востоке уже никогда не состоится, никогда не реализуется, ну да и черт, с ней разговор не о ней, а разговор о Селиме, который опять оказался очень неожиданным для всех. С одной стороны, он по результатам войны получил гарантию сохранности своих территорий благодаря тому, что он состоял в антинаполеоновской коалиции. Собственно, остальные страны ему независимость вот эти его границы и гарантировали. С другой стороны, он умудрился не испортить отношения с Францией, а даже улучшить их. Ну, потому что Наполеон, короче, зарекомендовал себя перед султаном во время этой войнушки как классный парень, который клево воюет и вроде даже не собирался нарушать турецко-французский союз, но вот как-то так неудачно получилось. В общем, все остальные европейские страны реально растерянно наблюдали за тем, как французы опять хозяйничают в Стамбуле и не понимали, как это произошло. Но внешнеполитические успехи внешнеполитическими успехами, а внутренние проблемы османов никуда не делись. Так, например, в Сербии окончательно офигела армия. Янычары там просто уже обнаглели в конец, свергли местного губернатора, которого поставили из Стамбула и заправляли всем, чем хотели. Бедные сербы писали султану, типа, письма, типа, ты наш еще царь или как? Пожалуйста, помоги. И султан сказал, что надо послать армию разобраться с этим. Но этим была сама армия, поэтому этот план не прокатил. Тогда он попробовал просто угрожать янычарам, и в ответ янычары повесили количество тысяч христиан на сухах в Сербии, и вообще все на этом закончилось. И тогда султану пришла в голову отличная мысль. Если он не может армией воевать против собственной армии, и армия это его угроз не слушается, можно устроить крестьянское восстание. Смекалочка. И эта идея удалась, и удалась даже слишком хорошо. Сначала сербы навешали по ушам янычарам, а затем, когда администрация султана попыталась вернуться, продемонстрировали и ей, что такое реальная партизанская война. Короче, теперь в Сербии правил Кара Георгий, или Черный Георгий, сын свинопаса, который нагло занял со своими парнями всю страну, и потребовал от султана официально передать ему Белград и прощение по Дании. Когда султан не согласился, Георгию пришлось разбить несколько османских армий, и так сербы стали первыми чуваками на Балканах, которые самостоятельно отвоевали собственную свободу. Сербы, блин, я горжусь вами, это очень круто. Серьезно, респект, пацаны. Потом султан продолжит дружить с Бонапартом и даже признает его императором, за чего окончательно разругается с англичанами. Англичане по этому поводу даже пообещают пострелять по стенам Стамбула из орудий своего флота, но в итоге, спасибо французским артиллеристам, еле унесут свои ноги из Дарданеллы и так далее. Можно ли говорить, унесут ноги про корабли? С другой стороны, корабли же ходят по морю. В 1807 году Александр I и Бонапарт заключат мир в Тильзите и долго будут спорить на тему Османской империи. Русские будут требовать отдать им Стамбул, чтобы сделать Константинополь, Византию и вот это все, а Наполеон хотел Дарданеллы. В итоге же они не договорились и все осталось в руках турецкого султана. Как я уже сказал, Селиму всю жизнь реально везло на такие критические успехи в отношениях с другими странами, но с внутренней политикой у него были проблемы. Короче, пока шла русско-турецкая еще, он решил, что армию надо реформировать, потому что это невозможно. Уже все, вся Европа смеялась над турецкой армией. Наполеон писал вообще о армии османов, о каких-то там азиатских дикарях, которые просто не умеют сражаться и бестолково бегут вперед, вместо того, чтобы воевать. И он начал активно реформировать армию, расширять полки, оснащенные и обученные по европейскому образцу, и в какой-то момент даже начал активно призывать вообще всех в армию нового образца, включая янычар, включая самых талантливых янычар. И тут они реально возмутились. Возмутились янычары, они подняли мятеж, возмутились реакционеры в правительстве, и в какой-то области даже чиновника, который объявил об этом новом указе, просто повесили на месте. И Селиму реально пришлось срочно принимать по этому поводу меры, ему пришлось делать ротацию внутри правительства, чтобы хоть как-то всех утихомирить. Но это никого не утихомирило. В 1807-м янычары ворвались во дворец, и султану пришлось выдать им офицера в своей новой армии, чьи головы тут же оказались на копьях возле дворца. А затем в том же году великий муфтий издаст фетву, которая разрешит не заложить султана, который к тому моменту уже понял, что новый порядок не настанет. И уже попытавшийся отменить политику этого нового порядка, что, впрочем, ему не помогло. Короче, он самостоятельно отстранится от власти и передаст ее своему племяннику Мустафе. И все бы на этом закончилось, но у Селима все еще были сторонники. И один из них, например, поднял мятеж, ворвался в Стамбул с армии, ворвался во дворец. И Мустафа в этот момент понял, что так-так-так-так-так-так, надо что-то с этим делать. У нас тут переворот переворачивается. Короче, пока весь этот мятеж происходил, новый султан приказал и придушить своего брата, и Селима, ну, чтобы остаться последним османом, чтобы его нельзя было трогать. С братом не удалось, а вот Селима реально успели зарезать и под ноги нашему благородному мятежнику бросить. Мятежник в итоге закончит, сгорев внутри этого самого дворца. Мустафу задушит последний из оставшихся османов Махмуд, а реакционные силы будут праздновать победу. И хотя вскоре, уже в середине 19 века модернизация все-таки настигнет Османскую империю, ей с ней не повезет. Потому что с того момента, как Селим III не смог, начинается история окончательного упадка Османской империи. И уже очень скоро она войдет в период, в котором ее будут называть не иначе, как больной человек Европы. Спасибо патронам и патронессам, которые проголосовали за эту тему на Патреоне. Напоминаю, что там можно поддержать наш канал, и вы тоже можете это сделать, и мы будем вам за это признательны, потому что это то, благодаря чему этот канал существует. Спасибо всем остальным, кто смотрит эти видео. Надеюсь, это было вам интересно. Жмите подписаться, ставьте лайк, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик и все такое прочее. Субтитры сделал DimaTorzok